Краснокнижные птицы в безопасности. Уже больше месяца в Майны Пыльгина работает группа ученых экспедиционного отряда проекта по сохранению кулика-лопатня «Путевка в жизнь». В этом году реализация проекта претерпела изменения и впервые за много лет специалисты отказались от искусственного введения птенцов, а полностью сфокусировались на наблюдении и сборе информации. Материал Владимир Никитченко. Эти малыши известны на весь орнитологический мир. Только слава эта печальная. Кулики-лопатни вымирающий вид. Небольшие птицы весом всего около 40 граммов под большим прицелом ученых. Вот уже более 20 лет каждое лето они занимаются сохранением вида. Кулики, отправляясь на зимовку, совершают длинные перелеты в теплые края – Китай, Австралию, Новую Зеландию и Японию. А только здесь, на Чукотке, единственное место на планете, где эти птицы гнездятся и выводят свое потомство. Кулики-лопатень, в общем-то, он гнездится в береговой полосе не дальше 6 или 7 километров от берега моря. То есть он всю жизнь своя прибрежная птица. И он гнездится в лагонах Южной Чукотки. В прежние времена у него также был ареал на севере Чукотки от косы Беляка и по побережью. Но, в общем, какие-то исследования о день их лет показали, что там птиц больше нет. Возможно, северная популяция вообще уже исчезла за счет сокращения общей популяции. А вот на Южной Чукотке лопатень еще продолжает гнездиться. И самое такое знаменитое место – это как раз окрестности села Майнапыльгино. Окрестности Чукотского села – родильный дом маленьких куликов. Именно здесь ученые проводят сезон за сезоном, давая птицам путевку в жизнь. Именно такое название носит проект по сохранению редкого вида. В середине прошлого века, по примерным оценкам специалистов, количество пар кулика лопатня доходило до полутора тысяч. Сейчас же это число в разы меньше. Осталось всего 200-250 гнездящихся пар. Исследователи пытаются выяснить, с чем связано такое резкое сокращение популяции. Весомый вклад в изучение краснокнижного вида должны внести энтомолог и географ, впервые присоединившиеся к экспедиции в этом году. Энтомологи изучают у нас состав и распределение кормов птиц, ну прежде всего куликов и прежде всего кулика лопатни. Это тоже интересная работа, потому что до этого этим никто не занимался, а это важно. Географы у нас будут заниматься оценкой изменений места обитания и тоже их влиянием на гнездящихся птиц, потому что места обитания меняются. И это даже видно визуально, когда происходит закустаривание тундры, то есть растут больше кустов в разных местах. И происходит в каких-то местах изменение грунтов, протайка грунтов, где-то вселение чужеродных видов растений. И вот эти изменения, конечно, надо фиксировать не визуально, а путем как-то специальных инструментальных исследований и лабораторных анализов. В дикой природе из четырёх птенцов кулика выживает один. По этой причине популяцию поддерживают искусственно. Каждый год специалисты забирают часть яиц из гнёзд и выращивают птенцов в специальных инкубаторах. В этом году от выведения птенцов специалисты отказались, сделали упор на наблюдение. На днях на свет появились первые в этом сезоне птенцы. В выводке их четверо. Всех окольцевали, чтобы в дальнейшем отслеживать их судьбу. Всего с начала периода наблюдения учёные уже насчитали 10 пар и 7 одиноких самцов. Кроме этого, обнаружено 7 гнёзд. Стоит отметить, что в южной части Чукотки создаётся новая заповедная территория – природный парк «Земля Кулика-Лопатня». Под его охрану попадут не только места гнездования Лопатня, но и большая часть территории с уникальной природой. Владимир Никиченко, Ярослав Сертун, Вести Чукотка.